Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас в концертном зале имени Василия Ильича Сафонова на концерте в рамках Всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес». Наш сегодняшний концерт называется «Концерт милосердия». Творчество композиторов, чьи произведения прозвучат удивительно почти в каждом своем творении, какое бы оно ни было, драматическое или трагическое, наши авторы вселяют надежду, указывают путь к свету, дают силы преодолеть отчаяние. В этом их духовное милосердие, высочайший гуманизм и вера в человека. Сегодняшний концерт вашему вниманию представит заслуженный артист России, лауреат первой премии, первого международного конкурса пианистов имени Скрябина Евгений Михайлов. Евгений Михайлов признанный мастер исполнения произведений так называемой эпохи Серебряного века, сочинений Мэтнера, Скрябина и Рахманинова. Его концерты в Большом и Малом залах Московской консерватории, зале имени Чайковского в Москве, Большом зале филармонии в Санкт-Петербурге, среди которых уникальный цикл «Все сонаты Скрябина» стали давно традиционными. Широк диапазон его деятельности. Он является членом жюри российских и международных конкурсов, проводит семинары, мастер-классы и открытые уроки в городах России и странах зарубежья. Открывает программу соната номер 18 «Ми бемоль мажор» Бетховена. Это необычная соната. В ней нет ни минорной, ни медленной частей. Хотя это довольно большой четырехчастный цикл. Первая часть – «Аллегра», вторая – «Скерцу», третья – «Минуэт» и финал «Быстро с огнем». Это произведение показывает нам Бетховена готовым, несмотря на все стоящие впереди жестокие испытания, к светлому и мужественному восприятию жизни. Итак, открывает сегодняшний концерт Людвиг ван Бетховен. Соната номер 18 «Ми бемоль мажор» в четырех частях. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Фортепианы цикл Новелеты Шуман создавал в период творческого подъема. Все является ко мне само собой, писал композитор, и временами я чувствую, что мог бы сочинять все больше и больше, Особое душевное состояние выразилось не только в характере музыки, но и даже в пожеланиях исполнителю. Шумно и празднично, чрезвычайно скоро и бравурно, все скорее и скорее. В цикле восемь пьес, но самая яркая и развернутая, а потому и наиболее популярная, последняя. Итак, Роберт Шуман, новелетто номер восемь, фа диез минор. Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Но... Ну и под пальцами его учеников И известных пианистов того времени Не случайно, что многие музыканты Под впечатлением от яркой образности Этой музыки Дали название пьесам В числе которых был выдающийся Немецкий пианист Ганс фон Брюлов Прозвучат следующие прелюдии Воссоединение Похоронный марш Возвращение к исповеди Нетерпение игры водные феи и шторм. Фредерик Шопен «Шесть прелюдий» из опуса 28. 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 «Шесть прелюдий» из опуса 28.